Тихие воды уносят громкие рыдания родных. За одни сутки в Пермском крае в воде погибли пятеро детей. Трое в Арджоникидзовском районе. На пляже Камгэс 17-летний и 14-летний парни утонули с разницей в несколько минут. Вчера была гроза, дождь в дневное время прошел. Ребята убежали из воды, чтобы спрятать свою одежду. И после этого обнаружили, что одного из компаний отсутствует. Стали его искать. Нет, с его телефона позвонили его родителям и службу спасения. Соответственно сюда прибыли все спасатели, сотрудники. И вот в течение трех часов практически его только нашли. Но после этого, как спасатели нашли одного подростка, буквально через 5-10 минут обратились там и следующий подросток был обнаружен. Я инспектор по делам несовершеннолетних Лепешкина Александра Викторовна. Я хочу вам напомнить про безопасность возле водных объектов. На пляжах проходят специальные рейды. Отдыхающих предупреждают о возможной опасности. К работе подключился Совет отцов приуполномоченным по правам ребенка. Они организовали свой отцовский патруль. Больше обращаем внимание на ребят, на детей, на подростков и так далее. То есть в принципе, когда взрослые люди купаются, ну, наверное, мы можем тоже вмешиваться в такие ситуации. Но тем не менее, мы именно нацелены на подростков, которые чаще всего как раз в такой период и забывают в таких местах купаются и риск определенный. Еще один несчастный случай вчера произошел на реке Васильевка в Голованово. Погиб 16-летний школьник. Его сверстник утонул в Гаинском округе на реке Лолок. В Карагайском округе на реке в деревне Ния утонула 7-летняя девочка и ее 39-летняя мать. Она пыталась спасти дочь. За 4 дня в Пермском крае произошло 15 ЧП на воде. Утонули 12 человек. Роман Четин, телекомпания «Ветта».